Теперь давайте доказывать теорему Семириду Трётера. В общем виде я её не докажу, давайте её докажем для декардовых произведений. Но нам, собственно, для декардовых произведений не нужно. Здесь, да, потому что у нас множество а, это а плюс а, а умножить а. Итак, у нас есть декардовое произведение. То есть множество точек — это а умножить на b. Итак, ну вот такая же вот картинка, например. Давайте ещё считать, что множество а не меньше мощности b. Ну понятно, что одно из этих множеств а или b больше другого. Давайте считать, что а больше, чем b. И ещё давайте считать, что, значит, двери — это прямые. Прямые такие, что b на n не больше, чем а квадрат. Это такое условие, оно у нас выполнено, если там не считать, всё прекрасно с этим условием. Тогда и b не больше, чем 4. Вот какая-то константа. b на n 2 3 плюс b плюс n. На самом деле, если аккуратно посмотреть, для декардовых произведений, может быть, даже можно чуть-чуть улучшить и выкидать одно из слагаевых. Но это всё неважно. Итак, давайте доказывать теорему середины трётов для декардовых произведений. Прямые, конечно, какие-то производят. Та же самая картинка. Как мы будем доказывать? Это такая, в общем, математическая идея, приняя ее в вас. Это значит, очень полезно разбить множество каким-то образом, посчитать вот в этих вот отдельных подопластях что-то, а потом всё это там обратно собрать. Как разбивать декардовое произведение, почему мы и выбрали декардовое произведение. Рассмотрим какие-то прямые. Они не из множества или, а просто такие дополнительные прямые для нас. Вот. И разобьем на такую вот середину. Пусть здесь будет R частей. R прямые, R частей. И разобьем. Здесь вот R штук. 1, 2, и так далее, R. И здесь тоже. 1, 2, и так далее, R. Сколько всего будет клеток? R квадрат. Значит, у нас получилось R квадрат, креток. Сейчас мы будем разбираться, что происходит в каждой клетке, а потом всё это вместе собирать. Давайте. Сейчас это будем делать, но только нам ещё потребуется немножко разделить множество наших прибылок. R1, это прямые, имеющие не более одной точки в каждой клетке. Не более одной точки в каждой клетке. Ну, а L2 это все остальные. Ну, между прочим, это можно понять, что это за остальные. Значит, в какой-то клетке они имеют, по крайней мере, две точки. Правильно? Все остальные. Все остальные. Все остальные. Это в такой-то клетке имеют не менее двух точек. Понятно, да? И вот теперь и начинается геометра. Ну, давайте сначала поймём тривиальную вещь. Что число инциденций между точками и прямыми можно посчитать как сумму числа инциденций между прямыми L1 и прямыми L1. Правильно? Да. Очевидно. Поэтому нам нужно с этими, так сказать, друзьями по отдельности разбираться. Они по-своему хороши. Но вот эта L2 хорошо тем, что, смотрите, прямая L2 пересекает какую-то клетку, да, по двум точкам. И, значит, эти две точки однозначно задают прямую. Правильно? Потому что любые две точки, так сказать, L2, задают прямую. Правда же, да? А L1 имеет другое приятное свойство. Вот они такие точненькие прямые. Они пересекают, значит, какие-то клетки, но не более чем по одной точке. А вот сколько вообще они могут пересечь клеток? Вот у нас такая картинка. R на R клеток. А сколько клеток может пересечь прямая? R21 на R. Это правда, но это слишком грубо. Да. R-1 на R. Как бы сказать? 2. Это правда. Это грубо. Это если прямая, то примерно вот так. Давай R-2. Да. Да. Но таких прямых не бывает. Хотя вот, кстати, в конечных порядках именно такие и бывают прямые. И поэтому вот сейчас ход, который мы используем, он работает только в обычной геонике. Итак, что вы сказали? 2R. Ну да. Несложно... Давайте еще более скажем, что число клеток здесь не больше, чем 2R. Правда же, да? 2-я прямая из R-1 пересекает не более, чем 2R клеток. Ну почему? Ну это надо подумать. При пресечении границы у нас либо, так сказать, там вниз пересекается, либо вверх. Граница нижняя, она состоит из R клеток. Вот это вот, горизонтально тоже из R клеток. Значит, его будет 2. Правда? Хорошо. Тогда очень несложно понять, сколько же всего инциденции на прямых из R-1. Смотрите. Прямые из R-1, они тощие. Они в каждой клетке имеют не больше одной точки. И клеток они пересекают не больше, чем 2R. Правда же? Да? Значит, сколько будет? Смотрите. Клеток 2R. В каждой клетке не больше одной точки. Правда же, да? Вот. Ну и число прямых, сколько получилось. Я даже еще огрублю тут, напишу, что это не больше, чем 2R на R. Ясно, что R-1 на R больше, чем 2R. Правда? Так. Хорошо. Теперь давайте разбираться, что можно сказать про вторую величину, IFPL2. Ну, каждая прямая из R-2, она в какой-то клетке имеет две точки. Значит, эти две точки ее задают. Правильно? Вот мы возьмем все точки из R-2. Правильно? И каждая пара из этой клетки может задать прямую из R-2. Правда же, да? Итак, можно посчитать. Давайте сначала на одной клетке сконцентрируемся, а потом все соберем. У нас и будет такой квадрат, правда? Вот в одной клетке. Сколько всего точек? Сколько точек в одной клетке? R квадрат — это число клеток. А сколько в одной клетке? Ну, вот сколько вот здесь? Ну, здесь вот там клеток, если точек A на F, правильно? А здесь вот B на F. Правда, угнаться у него немножко не разделиться, но ладно. Вначале мы проводили прямые не любые, а там, чтобы клетки стояли более единственное количество. То есть множество разделили с остатком на R, и соответственно там будет целая часть, там верхняя целая часть. В общем, R квадрат клеток, да? И в каждой клетке клеток одно и больше число точек. Значит, в каждой клетке у нас... Давайте я не буду там писать A поделить на R, а B поделить на R, а я проще буду рассуждать. Итак, B на R квадрат в каждой клетке. Хорошо, это точек в каждой клетке. Всего точек B поделили на R квадрат. Правда? Так, теперь сколько пар точек в каждой клетке? Ну, значит, вот это число в квадрате, да? И каждая пара точек, она задает три уровня. Ну, значит, там надо взять из этого числа число в сочетании, из числа, правильно, да? Ну, я очень грубо оценю число пар, как вот это число в квадрате. Я не буду терять вот это пополам, не буду обращать внимание. Если кто-то хочет констант там получше получить, конечно, нужно соединиться. Итак, число и отсоединение. Сколько? Я беру число пар точек в каждой клетке, правильно? B на R квадрат в квадрате. И еще я должен эти клетки все забрать. То есть посчитать, сколько всего у меня клеток. Умножить на R квадрат. Понятно, да? Каждая клетка у меня породила вот столько прямых, и всего клеток у меня R квадрат. Правильно? Хорошо. Давайте посмотрим, что это такое. R квадрат на R квадрат. И теперь можно соединить наши оценки, написав, что общее число инциденций не больше, чем сумма числа инциденций. Понятно? Вот такая у меня формула получилась. А теперь нужно сделать последний шаг. Что такое R? R – это какое-то число, количество клеток, на которое я разделил мое декарство в произведении. То есть число R я могу выбрать каким угодно. И нужно выбрать R так, чтобы, конечно, оценка сверху вот эта вот была бы поменьше. Давайте выберем так число R. Кто знает производный, надо, так сказать, взять производный по R. А кто не знает, пусть поступает проще. Давайте эти два члена просто приравняем. Если я решу это уравнение, R в кубик будет равно правильный, ну или значит, R равно кубический корень. И если я выберу R вот так вот, то я могу написать. Первый выбрал из каких соображений? Что эти два члена равны? Значит, это будет 4 и на вот это выбранное F. Правильно? 4L и умножаем F, 2 3, 2 L, 1 3. Ну вот даже у нас тут чуть-чуть лучше четвертого получилось. 4L, FL, 2 3. Вот и все. Вот эти желанные виды. Достаточно. Хорошо. 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 Хорошо.